На минувшей неделе китайские компании продолжили осваивать российский рынок. Проект электрических легковушек и валют на основе Дунфэнов развивается по плану. На сертификацию отправился флагманский рамный внедорожник Тэнк 500. Китайские агрегаты внедрились в культовые вездеходы Шерп и в грузовики под забытой марки Мазман. И даже КамАЗ начинает активно противодействовать китайской экспансии. Тем временем АвтоВАЗ, единственный чисто легковой российский производитель, работает над замещением электроники. В комплектацию машин вернулась система Эроглонас, на очереди подушки безопасности. Недавно мы рассказывали, что китайская компания ВОЯ пообещала вывести мощный электрический кроссовер ФРИ на российский рынок под собственным брендом, невзирая на сотрудничество с липецкой компанией Мотор Инвест. Естественно, это поставило вопрос, а не затухло ли партнёрство. Как будто в ответ на подозрения, липецкий стартап активизировался и привёз электрический седан Эволют АйПро на 10-й Евразийский форум такси, заодно обнародовав характеристики. Напомним, что под именем АйПро скрывается китайский Дунфэн Эолус И70. Это одноклассник Хёнде Элантры и Киа Церата. Седану полагается один электромотор мощностью 150 лошадиных сил. Батарея имеет ёмкость на уровне 53 киловатт-часов, которых хватит примерно на 400 километров, рассчитанных по устаревшему циклу NADC. От обычной домашней электросети пополнение запаса энергии занимает порядка 9 часов, но есть и быстрый разъём CCS2. Однако первым из валютов на рынок выйдет кроссовер iJoy. Компания рапортует, что получила одобрение типа транспортного средства, позволяющее начать производство. В открытой базе Росстандарта сертификат пока не виден, поэтому поверим пресс-службе на слово. По габаритам это одноклассник Шкоды Корок, а технически переименованный китайский DFSK Glory E3. У него тоже 53-киловаттная батарея и 400-километровый запас хода по циклу NADC. Единственный мотор, расположенный спереди, развивает 176 сил и приводит только передние колёса. Развернуть выпуск кроссоверов на заводе в Липецкой области планируют до конца сентября. Интересно, что почти всю существенную информацию о самой себе распространяет не марка Эволют, а Минпромторг. Так, от него мы узнали, что презентацию бренда проведут в конце августа в онлайн-формате. Похоже, что в следующем году концерн Great Wall всё-таки выведет на российский рынок свой внедорожный бренд Тэнк. Как пишет портал «Китайские автомобили», запущен процесс сертификации модели Тэнк 500. Напомним, что внедорожник под именем 500 – это пятиметровая машина размером с Toyota Land Cruiser 200, более крупная, чем Хавейл H9, нынешний рамный флагман китайцев. Под капотом у Тэнка трёхлитровый бензиновый турбомотор, который умеет работать по циклу Миллера. В пару ему отрядили девятиступенчатый автомат. Однако в целом же речь идёт о развитии Хавейла H9, у которого заимствована платформа, а именно рама, двухрычажная передняя подвеска, неразрезной задний мост и подключаемый полный привод. АвтоВАЗ снова начал оснащать Гранту и Ниву системой экстренного оповещения Эроглонас. С 1 августа такие машины начали сходить с конвейера в Тольятти, а сейчас добрались и до дилеров. Автогигант уверяет, что Эра вернулась на все выпускаемые Гранты и классические Нивы Ледженд. Однако в прайс-листе самой простой, антикризисной комплектации Гранта Классик, той, что без кондиционера, система Эроглонас не упомянута. Объясняется это просто. Машины без кондишена перестали выпускать, хотя в продаже они пока есть. Что касается более дорогой Гранты с кондиционером, который вернулся в комплектацию 26 июля, то для нее возвращение тревожной кнопки совпало с косметическим подорожанием на 2000 рублей. Кстати, термин «тревожная кнопка» в данном случае точен. Ведь АвтоВАЗ возвращает не полнофункциональную систему с автоматическим срабатыванием, а более простую — такая в былые времена обязательно ставилась на ввозимые в Россию поддержанные автомобили. Дело в том, что для автоматического вызова экстренных служб нужна подушка безопасности. Именно ее раскрытие становится поводом для подачи сигнала СОС. Напомним, что в свое время законодательное требование ставить Эры на все выпускаемые автомобили послужило поводом внедрить хотя бы боковую подушку на классическую Ниву. Пока Мист-эйрбэги на Гранты и Нивы не вернулись, но это дело ближайшего будущего. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на прошлой неделе сообщил, что запас подушек завод уже сформировал и начнет производство таких машин в конце августа. Кто поставляет компоненты и как изменятся цены, узнаем позже. Еще одна тема — АБС. Как мы уже сообщали, в начале лета АвтоВАЗ договаривался с китайской компанией Тренова, она же Бэйдин Инчон Хойджи Технологи, чьи антиблокировочные системы представляют собой аналог электроники Бош 8-го поколения. Мы предполагали, что вопрос с АБС будет закрыт уже в этом году, но похоже, что ситуация сложнее. Китайской АБС пока поставили на Ларгус. Ограниченную партию из 1800 машин в Тольятти уже собрали. Как сообщает паблик Автоград Ньюс в сети ВК, продажу Ларгусы и пока не отправлены, именно по причине трудностей с антиблокировочной системой, на устранение которых уйдет несколько дней. К слову, еще сотни окрашенных кузовов Ларгусов готовы к отправке на сборочные заводы в казахском Кастанае и узбекском Джизаке. Вообще, массовая установка АБС на автомобиле Лада возобновится только в следующем году. Причем Автогигант ссылается не только на трудности с поиском поставщиков, но и на желание локализовать производство электронных блоков. Что касается системы стабилизации, то срок ее возвращения сейчас не называется. В конце 2000-х изобретатель-самодельщик Алексей Горгашьян из Петербурга разработал крайне необычный вездеход, главной особенностью которого стали шины сверхнизкого давления и уникальная пневмоциркуляционная подвеска. Как это работает? Все четыре шины связаны между собой воздушными каналами изменяемого сечения, которое можно регулировать. При наезде одного колеса на препятствие система равномерно распределяет давление между тремя другими. Благодаря такому конструктиву снегоболотоход готов преодолевать преграды высотой до одного метра, поскольку колеса, перед которыми находятся препятствия, способны сильно деформироваться. В частности, Шерп умеет выбираться из воды на лёд. Опытный экземпляр вездехода купил украинский предприниматель Владимир Школьник и сразу решил наладить серийное производство подобных проходимцев. В 2012 году бизнесмен создал конструкторское бюро, а двумя годами позже начал выпуск машин. Выпускались Шерпы на двух предприятиях. Сначала в Санкт-Петербурге, а затем и под Киевом. Но теперь, на фоне российско-украинского кризиса, господин Школьник запретил петербургскому отделению пользоваться патентами, техническими решениями и даже самим названием Шерп. Впрочем, несмотря на запрет, завод продолжает работу. Правда, для этого машине пришлось сменить название. Теперь разработка именуется Архантом. Вдобавок компании пришлось искать новых поставщиков, включая производителя шин. Также внедорожник примерил другую силовую установку. Вместо японских двигателей и коробки марки Kubota, модель отныне оснащается неким литровым российским мотором. С ним состыкована не классическая механика, а клиноременный вариатор. А кроме того, в августе на форуме Армия 2022 под брендом Архант будет презентована совершенно новая базовая модель. Впрочем, новинка, представленная на рендерах, внешне здорово напоминает старый добрый Шерп. Она оснащается трёхцилиндровым безнаддувным дизелем корейской марки Dusan. При объёме 1,8 литра этот движок выдаёт скромные 55 сил. С ним агрегатирована шестиступенчатая механическая коробка, хотя ранее анонсировался вариатор. Очевидно, что экспорт новоиспечённым Архантом будет закрыт, но и в России есть достаточный рынок для подобной техники. Тем более, что модель подешевеет ровно вдвое. В планах завода продавать машины по 5 миллионов рублей вместо 10. Добавим, что придуманная Гаргашьяном общая концепция лёгкого вездехода на огромных колёсах и с короткой базой оказалась популярна. С некоторыми вариациями похожие двухосники изготавливаются многими компаниями. Прояснилось состояние ещё одного иностранного шинного предприятия в России. В полном объёме возобновил работу завод Йокогамы, который расположен в Липецкой области близ города Грязи. Сообщила об этом, однако, не сама японская компания, а пресс-служба особой экономической зоны Липецк, где губернатор Игорь Артамонов встретился с руководителями компаний-резидентов. Компания Йокохама РПЗ, ранее приостанавливающая свою деятельность из-за сложностей с логистикой, возобновила свою работу. Налажены поставки каучука. Все сотрудники получают 100% заработной платы. В конце июля о возобновлении работы завода Континент Алкалуга в своём телеграм-канале рассказал Владислав Шапша, губернатор Калужской области. Завод Континент Алкалуга 1 августа возобновляет работу. Смогли перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков. И возобновляют производство в объёме, позволяющем удовлетворить потребности авторынка. Внимательные зрители канала Автоплюс вспомнят, что аналогичную новость мы сообщали ещё в апреле. Тогда о возобновлении работы предприятия сообщили франкфуртский и российский офисы самой компании Континенталь. С тех пор завод действительно работал. С одной паузой в июле, когда пришлось дождаться поставки сырья. Что касается других иностранных марок, то абсолютно неясной остаётся судьба ульяновского завода Bridgestone, который не ведёт производственной деятельности с 18 марта, но продолжает выплачивать зарплату 1100 своим сотрудникам. Завод компании Michelin в подмосковном Давыдове, где работало 750 человек, тоже остановлен. Но в конце июня французская компания объявила о решении передать российский бизнес в управление локальному менеджменту, чтобы новая организация работала через независимую структуру. Завод Nokian Tires во Всеволожске-Ленинградской области избежал простоя. Однако поставки шин на Запад заблокированы санкциями, и финской компании пришлось объявить о диверсификации бизнеса. Гендиректор российского подразделения Андрей Понтюхов предложил головному офису реорганизовать компанию и продолжить работу под другим брендом. Реалистичность этого сценария подтвердил губернатор Ленинградской области. Сложности будут с Nokian Tires, мы это видим, потому что Nokian Tires будет продавать свой бизнес либо передавать в управление, но сложность в том, что сам лейбл Nokian, та резина, к которой мы привыкли, скорее всего, он не останется. Но будет другой лейбл. Здесь очень важно, чтобы этот лейбл завоевал рынки сбыта, потому что объем производства очень большой. Наш завод во Всеволожье один из крупнейших в мире, и, конечно, здесь менеджменту предстоит такая непростая работа, сложная, в том числе по поиску новых рынков сбыта, потому что Nokian Hapelita поставлялась в основном в Европу, Канаду и США. Это сегодня список недружественных стран, которые запретили экспорт из России шин. А закроем этот выпуск двумя новостями на грузовую тему. В самом конце 90-х белорусский МАЗ и немецкий МАН создали совместное предприятие МАЗ-МАН, которое занялось выпуском тягачей. У них были мановские кабина, двигатель и коробка передач, но чисто МАЗовское шасси. В 2005 году поставки кабинных модулей немолодой серии F2000 прекратились, а на замену им пришла чисто МАЗовская кабина, из-за чего машины получили прозвище «МАЗ-МАЗ». А вскоре немцы вообще вышли из состава учредителей. После этого предприятие решило заняться выпуском нестандартных грузовиков для специализированных задач. Плюс белорусы освоили производство снегоболотоходов, погрузчиков и прицепов. Что касается автомобилей, то им достались двигатели МАН и коробки ЦТФ. Рамы, сохранившие прежнее название «МАЗ-МАН», делал самостоятельно, закупая китайские лонжероны, а мосты предлагались на выбор – из Китая, Германии или Белоруссии. Любопытно, что кабины отгружал Минский автозавод, но их оснащали оригинальным оперением, а также основательно дорабатывали – перекладывали электропроводку, улучшали шумоизоляцию и тому подобное. Теперь, когда мановские моторы окончательно стали санкционкой, от белорусско-немецкой дружбы осталось одно название. Поэтому технике пришлось примерить рядные шестёрки поднебесного происхождения. Это Вейчай мощностью 430, 460 и 550 сил. Впрочем, китайцы готовы поставлять не только отдельные агрегаты, но и автомобили целиком. Так, по итогам июля, Шан-Си, Хова и Фау суммарно продали на российском рынке более 2000 единиц техники, тогда как КАМАЗ реализовал 2500 машин. Как стало известно телеканалу Автоплюс, именно русский грузовой автогигант, предвидя дальнейший рост популярности грузовиков из КНР, активно лоббирует повышение утилизационного сбора, чтобы сделать азиатские модели менее привлекательными. Кроме того, в набережных Челнах надумали предложить грандиозные скидки на свои самые ходовые модели. На самосвалы, шасси и даже бетоносмесители теперь действуют фиксированные цены, не подвластные дилерам. Это будут машины 6х4, оборудованные 8-цилиндровыми моторами КАМАЗ 740 и механическими коробками ЦТФ. Цены от 5,5 до 7 миллионов рублей, в зависимости от модификаций. Кроме того, придворная лизинговая компания объявила распродажу автопоездов на базе модели КАМАЗ 5490. В состав автопоезда также входит полуприцеп-рефрижератор Тонар, оборудованный холодильной установкой Кэрриер. Газодизельная и дизельная автотехника 2019-2020 годов выпуска находится, как уверяет продавец, в отличном состоянии. За один тягач, пробежавший около 350 тысяч километров, просит примерно 4 миллиона рублей.